Как известно, жизнь женщин в средневековых империях была далеко от идеала равенства полов. История не забыла и о женщинах, живших во время хана Золотой Орды. В этом видео мы расскажем о пяти шокирующих фактах, связанных с жизнью наложниц и жен хана Золотой Орды. Женщины были взяты в плен и становились наложницами хана. Во время войн и завоеваний хан Золотой Орды мог взять в плен женщин из побежденных народов. Эти женщины становились наложницами хана и могли быть использованы для различных целей, включая удовлетворение сексуальных потребностей. Наложницы были вынуждены бороться за внимание хана. Хан Золотой Орды имел множество наложниц, которые боролись за его внимание и любовь. Некоторые из них даже устраивали бои на жизни-смерть, чтобы привлечь в себе внимание хана. Жены хана могли быть принудительно выданы за других правителей. Жены хана Золотой Орды могли быть выданы за других правителей в рамках политических союзов. Такие браки были часто принудительными, и женщины не имели права выбора. Жены хана были обязаны следить за домашним хозяйством и воспитанием детей. Жены хана Золотой Орды были обязаны заботиться о домашнем хозяйстве, воспитании детей и поддерживать порядок гареми. Они не имели права заниматься политикой или участвовать в делах государства. Женщины могли быть убиты за измену. Хан Золотой Орды мог убить свою жену за измену или подозрения в ней. Такие казни были общепринятой практикой в средневековых империях, и женщины не имели права на защиту своих прав. Жизнь наложниц и жен хана Золотой Орды была трудна и полна опасностей. Они не имели права на свободу и выбор, и их жизнь зависела только от прихоти повелителя. Несмотря на это, они играли значительную роль в жизни империи и оставили свой след в истории. Здравствуйте, дорогие подписчики канала Великолепные Истории. Спасибо, что помогаете детям. Вместе с вами мы собрали уже более полутора тысяч рублей и организовали занятия замечательной девочке Даши из города Чапоксары. Ребенку 13 лет, она занимается английским языком индивидуально, хотя страдает ДЦП, и для нее это очень сложно. Но она мотивирована и с радостью работает каждый день. Большое вам спасибо, что поддерживаете Дашу.